всем привет меня зовут татьяна полудина и сегодня я расскажу вам как правильно работать с самозажимными кремпами очень часто в украшениях вот здесь на кончиках вы видите красивые бусинки это самозажимные кремпы которые надежно фиксируют конструкции но не все умеют с ними работать сегодня я покажу вам как это сделать просто самозажимные кремпы чаще всего бывают форме шарика или форме вот таких бочоночков к ним идеально подходит тросик 0 3 миллиметра или 0 4 миллиметра как же сделать так чтобы они зажались мы с вами берем ювелирный тросик я буду использовать протектор но это не обязательно надеваем самый зажимной кремп и нам нужно плоскогубцами одним нажатием зажать вот этот штырек внутрь мы не делаем это кончиками плоскогубцев нам не хватит силы мы будем делать это вот этой частью максимально близкой к рычагу основному мы ставим плоскогубцы на пимпочку и одним резким движением сделал так чтобы вам было видно мы зажимаем эту пипочку раз и все видите я помогаю себе двумя руками это сделать не надо это делать дважды иначе пипочка может выпасть естественно по завершению мы проверяем все ли хорошо у нас зажалось не стоит переживать при сжатии что у вас каким-то образом деформируется задняя поверхность кремпа при использовании хороших правильных инструментов с ней ничего не произойдет видите все красиво и аккуратненько к сожалению самозажимных кремпов существует процент брака примерно из десяти кремпов работает восемь если вам повезло девять а может быть и все десять самозажимные кремпы на порядок дороже обычно поэтому если вас интересует стоимость и для вас она критична возьмите лучше простые если же все-таки хочется эстетики хочется работать с самозажимными кремпами потому что они гораздо красивее обязательно берите чуть больше чем вам нужно чтобы вам точно хватило